приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня мы снова продолжим зачитывать книгу эрика дубея и постараемся разобраться какой же формы наша земля казалось бы что над землей в форме шара полет из сантьяго в юханесбург должен с легкостью проходить в южном полушарии ниже тропика козерога но каждый борт следующий по упомянутому маршруту совершает любопытную дозаправку в сенегале расположенном в тропике рака северного полушария если нанести траекторию этого полета на карту плоской земли то причина по которой это происходит станет совершенно очевидной ведь сенегал находится на прямой линии соединяющей эти аэропорты и расположен на полпути между ними если бы земля была крутящимся шаром нагреваемым солнцем с расстояния в 93 миллиона километров то такие явления как одновременное жаркое лето в африке и замерзшие арктические озера расположенные в нескольких тысячах миль как и антарктическая зима якобы вызванная недостатком солнечного тепла стали бы невозможными если тепло от солнца преодолев путь в 93 миллиона километров просто раскаляет пески пустыни сахары то абсурдно утверждать что какие-то лишние 4000 километров могут стать причиной такого резкого температурного перепада если земля и в самом деле представляет по форме шар то полярные области арктики антарктики и зон сопоставимых северными и южными широтами по обе стороны от экватора должны иметь относительно схожие условия и такие сопоставимые характеристики как температуры сезонные изменения продолжительность светового дня растительный и животный мир в действительности можно наблюдать уйму отличий между арктическими и антарктическими регионами и соответствующими расстоянию от экватора северными и южными широтами что совершенно не увязывается с шарообразной моделью земли но идеально согласуется с ее плоской моделью антарктида является самым холодным местом на земле со средняя годовой температурой минус 57 градусов по фаренгейту и рекордным минимумом в минус 135 градусов по фаренгейту в то же время на северном полюсе относительно тепло и средне годовая температура держится в районе четырех градусов по фаренгейту в течение года температура в антарктике варьируется менее чем вдвое в сравнении с арктическими широтами северный арктический регион характеризуется умеренным теплом летом и сносной зимой тогда как южно антарктические области никогда не прикрывается до температуры достаточной для таяния снега и льда если земля это шар имеющий наклон оси вращения который с периодическим отклонением равномерно вращается вокруг солнце то температуры и смены сезонов в арктике и антарктике не должны так резко отличаться в исландии расположенные на 65 градусе северной широты произрастает 780 видов растений и обитает множество животных сравните ее с островом джорджия расположенным на 54 градусе южной широты где есть только 18 видов местных растений а животные практически отсутствуют но на той же широте но северной в таких странах как канада и англия произрастают густые леса изобилующие разнообразными высокими деревьями а печально известный капитан кук писал в своем дневнике что не мог найти на острове джорджия ни одного кустарника размеры которого позволили бы ему сделать зубочистку кук писал не видно ни одного деревца земли раскинувшиеся на юге обречены матушкой природой на вечный холод нигде не ощущается тепло солнечных лучей у меня нет слов для описания этой угрюмой и дикой природы даже морские обитатели на всех безграничных просторах в диковинку и встречаются весьма редко как и редко летающие в этих безжизненных местах морские птицы контрасты в разнообразии и отсутствии органической жизни в арктике и антарктике просто разительный и существенный в сопоставимых по широте местах солнце на юге и севере ведет себя совершенно неестественно для шарообразной земли и в точности соответствует земля с плоской поверхность например самые длинные летние дни к северу от экватора гораздо продолжительнее чем к югу и самые короткие зимние дни к северу от экватора значительно меньше по длительности чем самые короткие дни на юге это явление невозможно объяснить рассматривая землю как равномерно вращающийся шар поскольку все в полной мере соответствует плоской модели земли с круговым движением солнца от тропика рака к тропику козерога в случае с вращающимся шаром в местах сопоставимых широт на севере и юге рассвет и закат проходят по-разному но все происходящее объяснимо если поверхность земли плоская на севере зори и сумерки проходят медленно и длятся больше чем на юге где они наступают и заканчиваются очень быстро в некоторых местах на севере сумерки могут длиться более часа то время как в сопоставимых южных широтах солнечный свет полностью исчезает за несколько минут это необъяснимо на равномерно вращающиеся отклоняющиеся шарообразной земле но именно это следует ожидать в случае с землей плоской до солнца с ускорением описывает более широкие округи над южной частью поверхности и замедляется описывая более узкие округи над северными территориями если солнце кружит над землей совершая оборот за 24 часа и каждые шесть месяцев неуклонно перемещается от тропика к тропику то северные и центральные регионы ежегодно получают гораздо больше тепла и солнечного света чем южная часть земли поскольку солнце должно пролетать над более обширными южными регионами за те же 24 часа что и над меньшей северной территории его скорость должна возрасти пропорционально проходимому пути это прекрасно объясняет различия имеющиеся в арктических и антарктических температурах смене сезонов продолжительности светового дня а также растительного и животного миров вот почему антарктический утренний рассвет и вечерние сумерки очень резко отличается от северных и в этом ответ на вопрос почему в летние арктические ночи солнце на протяжении многих дней вообще не садится полуночное солнце это явление которое ежегодно происходит в арктике во время летнего солнцестояния которое несколько дней подряд на дальнем севере может увидеть циклическое движение солнца которое на протяжении дня поднимается и опускается в небе в течение 72 часов и более но полностью никогда не садится если бы земля имела форму шара и вращалась вокруг солнца то такое явление как полуночное солнце можно было наблюдать только на плюсах с любого другого места с широтой менее 89 градусов наблюдатель наблюдать солнце в течение 24 часов было бы просто невозможно независимо от какого-либо предполагаемого наклона оси или скругления поверхности чтобы увидеть солнце с вращающейся шарообразной земли в течение ее полного оборота из отличного от полюсов места вам придется безрезультатно преодолеть множество мель суши и океанов официальная наука утверждает что полуночное солнце можно наблюдать и в антарктике но не может предъявить ни одной единой видеозаписи подтверждающие сказанное а независимым исследователям запрещено посещать антарктиду во время зимнего солнцестояния чтобы проверить или опровергнуть это заявление обратная ситуация с арктическим полуночным солнцем когда в открытом доступе можно увидеть множество видеороликов с этим явлением не вызывающим ни тени сомнения с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мой контент ставьте лайки всем спасибо и пока спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...